Продолжение следует... 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 Чувствовать, что прекрасно, и хотеть, что хорошо. Неважно, какой религии принадлежишь, какому мировоззрению, какой философии, это, по моему мнению, суть человеческого бытия. Это Альфа и Омега. И в наших действиях выражается, исполняем ли мы этот человеческий идеал в действиях и в поведении. В первую очередь речь будет идти о первом идеале — думать о том, что истина. Потому что созидать можно только на истинном. Если созидать на чём-то, что не истина, ненастоящее, тогда это какое-то время может держать. Но в конечном счёте оно в себе должно сокрушиться. Это как если строить здание, а фундамент сделать из папье-маше, вместо настоящего камня или настоящего бетона. Очень важный пункт в этом вопросе истинного мышления или нахождения истины — это послушать другую сторону. Это идеал, которого здесь действительно интенсивно придерживается. Это очень древний принцип правозащиты. «Audiator et altera pars». Услышать другую сторону. Так должно быть перед судом и также в науке, когда есть два различных мнения, чтобы услышать ту и другую сторону. И не исключать сразу изначально одну сторону, по какой бы то ни было причине, потому что не подходит результат или потому что результат не вписывается в мировоззрение. Исключить результат необходимо лишь тогда, если он однозначно опознан ошибочным. Но для этого нужно сначала всё испытать, и для этого необходимо услышать тех, кто стоит за этим мнением, в особенности, конечно, перед судом. Если там спорят две стороны, или если одна персона подвергается обвинению, то это задача судьи сначала разобраться, что здесь истина, что действительно произошло. И лишь затем ставится вопрос, как это оценить. Было это правонарушение. Есть в этом виновность. Но сначала должно быть выяснено, в чём же истина, что произошло. Это называется «выслушать другую сторону». Сегодня применяется понятие «право быть выслушанным». Это значит, каждый гражданин имеет право быть выслушанным, то есть выразить свою точку зрения перед судом или другими службами. Ещё недостаточно того, что судья просто слушает и при этом думает. «Ладно, я ведь знаю, каким должен быть и какой будет приговор, но пусть он говорит». «Это я, к сожалению, всё вновь переживала на практике и наблюдала, что судьи, хотя и говорят, что вы хотите. Мы ведь вам даём право быть выслушанным, мы позволяем вам говорить. Но заключения и приговоры судей, они свидетельствуют о том, что вообще не принимается во внимание то, что этот человек мог бы сказать и правду, что он мог бы быть и прав. И это есть важный фактор того, что значит быть выслушанным, что судья должен взять во внимание, что обвиняемый мог бы быть и прав. Это переживало, что на деле оно не так, но что большей частью преобладает такой подход. Он не прав потому, что этого не может быть или более того, этого не должно быть. А тем, что он преподносит, никто вовсе не занимается. Такой настрой суди можно обозначить предвзятостью. Он не без предвзятости, что значит, что он предвзят, он не объективен, не нейтральный. Выражаясь иначе, он позволяет влиять на себя взвешиваниями, не относящимися к делу. Это основание отвергнуть судью. Каждый обвиняемый может на этом обосновании отвергнуть данного судью. Я это часто делала, как адвокат, так и в своем деле. Но никогда еще не было принято отвержение судью. Во всех процессах, над отрицающими Холокост, которые я сама переживала и наблюдала, еще ни разу не было принято требования сменить судью. Судьи оставались. Важная тема, о которой здесь идет речь, одна из тем, это свобода мнения, и везде слышно, везде слышно, что люди, которые просто отстаивают определенное мнение, они рано или поздно навлекают на себя гнев. Это не только в области политики так. Вы сами знаете достаточно областей. Нам не нужно сильно все это раскручивать. Возьмем тему, скажем, прививки. Есть врачи, которые получили запрет на профессию, потому что они предостерегали от прививок. Это только один пример и один из многих областей медицины, в которых происходят такие вещи. Журналисты, которые стали несносными, потому что придерживались другого представления относительно 11 сентября 2001 года и писали об этом. Их, может быть, не наказывают как правонарушителей, но их наказывают по профессиональной линии. этих двух примеров достаточно, чтобы показать, как обстоит дело со свободой мнения, которое вроде бы у всех на устах здесь, так она высоко восхваляется, но что её на самом деле нет. И вот теперь я перейду прямо к делу о запрете на доказательства и на защиту в деле отрицания Холокоста. Об этом можно очень много сказать. Этого часа далеко не хватит на эту тему. Главное — сократить там, на что нет времени. Но несколько пунктов я считаю очень важными выразить здесь. С одной стороны, надо определить, что закон о правомерности наказания он тут нарушается. Каждый подсудимый должен сначала знать, что же он нарушил и как он должен был бы поступить правильно. Итак, если кто-то, скажем, забрал велосипед, и большинство знает, что это воровство, это не разрешено, об этом не стоит дальше говорить. Если речь идёт о клевете, если кто-то о другом человеке скажет что-то негативно и это портит его репутацию, тогда речь о том, это правда или нет. и если это правда, что он сказал, тогда это не является клеветой. То есть теоретически правду можно сказать. В процессах, где речь идёт о несогласиях с Холокостом, первая возникающая проблема в том, что сам Холокост не определён как таковой. И это есть проблема недостающего определения правомерности наказания в этом аспекте. Нигде нет однозначного определения. Я потом позже ещё об этом скажу, что я под этим имею в виду. Что нужно бы сказать, чтобы это стало правомерно обязующим? Я сначала коснусь формулировок в различных предписаниях, которые есть. В первую очередь предписания Федеративной Республики Германии в параграфе 130 пункт 3 Уголовного кодекса в параграфе 130 пункт 3, по которому люди, отвергающие Холокост, наказываются денежным штрафом или лишением свободы на пять лет, о Холокосте не говорится. То есть в законе это не определено. Там указывается на параграф 6 пункт 1, где есть определение геноцида. И кто отрицает, что геноцид имел место, то есть массовое убийство народа, делается виновным. Различные другие предпосылки должны еще быть даны, как, например, нарушение общественного мира. Но на что я хочу выйти существенно следующее. Определение геноцида по параграфу 6 в Уголовном кодексе я не буду весь читать. Но один существенный пункт, который там указан, я приведу. То есть геноцидом считается, если член этнической, религиозной или другой группы убиваем с той целью, чтобы эту группу частично или полностью уничтожить. То есть члены религиозной группы убивают, и убийца делает это замыслом уничтожить всю группу или хотя бы частично уничтожить. Это определение геноцида по параграфу 6. Если это вовлечь во взаимосвязь, параграф 130 пункт 3 — отрицание действия, определенного в параграфе 6. То есть по этому параграфу можно наказать человека, который отрицает действие. следует отметить, которое произошло под господством национал-социалистов. То есть по параграфу 130 пункт 3 можно было бы наказать личность, которая отрицает, что под господством национал-социализма еврей был кем-то убит с целью уничтожения евреев как этнической или религиозной группы в целом. что не в обязательном порядке означает, что правительство немецкого рейха этого хотело, давало такое поручение или хотя бы знало что-то в этом направлении. тут этого не требуется. Также не обязательно, чтобы это был немец, который убивал. И об этом тут не сказано. то есть уже только поэтому тут нельзя говорить об определении виновности. Из-за этого, по моему мнению, очень неточного определения геноцида, хотя и можно так определить геноцид, но его отрицание это, естественно, еще другой вопрос. Здесь возникает вопрос. Является ли отрицанием Холокоста, если кто-то отрицает, что кто-то один был убит, или если кто-то отрицает, что было убито 6 миллионов? Это все неточности. В Австрии тоже есть подобные параграфы. И там Холокост не определяется как таковой. Неясно вообще, о чем речь. И вот я сейчас приду к тому, как он должен был бы быть определен, чтобы стало ясно. По сути так, если происходит убийство, то должно быть определено, где было совершено преступление. полиция и прокуратура должны все выяснить и передать в суд. Потом, если это доказано, судья может констатировать, да, в тот день на том месте произошло убийство с тем и тем оружием, совершившее это вон тот-то. и это доказано потому, что стало ясно, что вот есть оружие, на нем есть отпечатки пальца совершившего. или определено, что какие-то следы на одежде и так далее. Это теперь пара примеров. Эти вещи должны найти свое отражение в следствии. А если речь идет об отрицании подобных вещей, о наказуемом отрицании, то должно сначала быть доказано самоубийством. Иначе неизвестно, что вообще отрицается. И туда я как раз веду. Неясно, что вообще отрицается, потому что нет однозначного определения. Должно быть хотя бы одно решение суда против отрицателя Холокоста, в котором точно определено относительное действие. То есть сам Холокост во всех необходимых деталях. я такого решения суда не знаю. Нет определения о месте событий, о методах убийства, времени, трупах, следов убийства. Нет определения высказываний свидетелей, документов и других доказательств. Не хватает определения о том, что во время господства национал-социализма имели место намерения уничтожения еврейства в целом или частично. Нет определения о наличии соответствующих решений, планов или приказах. В заключениях суда против отрицателей Холокоста об этом нет определений. Также их нет, и это существенный пункт, в форме ссылки на другие заключения. чтобы сослаться, и это было бы продуктивнее, на другое заключение, где это всё точно прописано. Но и этого нет. И здесь мы у самой проблемы. Пока со стороны судов обязательно не названы места действия, где имело место массовое убийство, пока суд не назвал одно средство доказательства, невозможно дать обоснованное определение о том, что имело место массовое убийство. И точно так же и не может иметь место осуждения или обвинения, если кто-то отрицает данное действие. Если данное действие в судебном порядке действительно не доказано, то его отрицание тоже не может быть однозначно определено. Но теперь можно было бы сказать, хорошо, есть Нюрнбергский процесс, там ведь это всё написано, хотя бы детали. Но это не так. Я вам прочитаю коротко из Нюрнбергского процесса, из этого заключения, из Нюрнбергского процесса, где речь о газовых камерах. Там сказано, цитата, «В некоторых концентрационных лагерях для массового уничтожения заключенных были устроены газовые камеры с печами для сжигания трупов. Из них действительно некоторые использовались для уничтожения евреев, как часть конечного решения еврейской проблемы. Большинство нееврейских заключенных в этих лагерях использовались для физической работы, хотя условия были таковы, что смерть почти равнялась их трудовой деятельности там. И тех, кто уже не мог работать, их или уничтожали в газовых камерах, или они попадали в больницы, где они, из-за неоказания достаточной медицинской помощи и ещё худшего питания, чем будучи в работе, были таким образом обречены на смерть. Конец цитаты. Столько можно изнять из заключения Нюрнбергского процесса о газовых камерах. Это очень обобщенно сказано, в некоторых концентрационных лагерях ни один не назван, где были газовые камеры. То есть, защитник в таком случае очень мало что может сделать. У него просто нет зацепки. И важно в этой взаимосвязи, что в Нюрнбергском процессе были упразднены правила доказательств. Может быть, не совсем все, но очень существенные. В лондонских статьях это были специально для военного трибунала учреждённые параграфы. В статье 19 сказано, «Судебная палата не обязана держаться принципа доказательства». Эту фразу сначала надо переварить, что в судебной палате, то есть в военной судебной палате, с самого начала даётся освобождение от обязанности что-то доказывать. Это уже очень серьёзный пункт. И в статье 20 сказано, «Судебная палата не должна требовать доказательства для общеизвестных фактов, а в служебном порядке принять их к сведению». очень интересно, не правда ли? Не должна затребовать доказательства об известных вещах. И тогда вопрос, что же есть общеизвестный факт? Ведь дело суда именно определить положение вещей, а не исходить сразу из фактов, что он как есть, какой есть. становится более ясно, как такое возможно, если читать слова генерального обвинителя из Соединённых Штатов Роберта Джексона. Это выражение стоит в протоколах Нюрнбергского процесса, том 19, 440-я страница. Он высказался, что Нюрнбергский трибунал как военная судебная палата представляет собой продолжение военных усилий Альянса. Итак, ещё раз. Нюрнбергский трибунал представляет собой в лице военной судебной палаты продолжение военных усилий Альянса. Нужны ли нации, ведущей войну, доказательства, если она хочет обвинить своего противника? И потом дальше ещё одно место, где можно было бы подумать, что здесь могут быть точные детали. Это так называемый Франкфуртский процесс об освещении. там сказано в заключительном вердикте «Суду не доставало почти всех доказательств совершенного преступления, которые в обычном процессе об убийстве есть в наличии, чтобы воссоздать картину событий в момент убийства. «Здесь не было трупов жертв, нет протоколов вскрытия трупов, не было судебной экспертизы о причине и времени смерти, не было следов совершивших преступления, не было орудий убийства и так далее». Проверка высказываний свидетелей была крайне редко возможна. И в другом месте суд был при раскрытии преступлений, совершённых обвиняемыми, почти исключительно зависим от высказываний свидетелей. И потом дальше. К тому ещё прибавляется, что едва были свидетели, которые, как нейтральные обозреватели, переживали бы события в концентрационном лагере осленцем. И из этого заключения можно сделать вывод. То есть вывод не нужно делать, а лишь посмотреть, что тут написано. «Суд был при раскрытии преступлений, совершённых обвиняемыми, почти исключительно зависим от высказываний свидетелей». Такая вот информация об исходной ситуации процесса над отрицающими Холокост. И также о заключительной ситуации. Там ничего не меняется, что ты здесь как защитник или как обвиняемый вовсе не знаешь. Что же теперь установлено однозначно? В приговоре ничего не сказано. Ни в старых приговорах, ни в новых. Об этом читаешь много в книгах и есть много информации в СМИ. Но если на суде хочешь услышать это конкретно, ведь хочешь знать конкретно, какие есть основания. Ведь нельзя же просто так отрицать то, что доказано. Ведь хочешь знать, что произошло. Но этого просто невозможно однозначно определить. И в этом суть. За что ты бываешь обвиняем или наказуем, без того, чтобы тебе ясно доказали, что произошло, как оно на самом деле было. Я потом ещё раз об этом скажу, как это в процессах всё происходит, если обвиняемый хочет знать, что он имел бы право сказать. Но на это он не получает ответа. Я скажу ещё позже об этом конкретнее. Здесь я ещё добавлю одно очень важное высказывание 34 французских историков. Они в 1979 году дали заключение. Эти 34 французских историков были сторонниками истории Холокоста. Профессор Роберт Фаурисон, считающийся ревизионистом, противопоставил технические аргументы против существования газовых камер. Эти 34 французских историков ответили в 1978 году на аргументы профессора Фаурисон следующее цитата. «Нельзя себя спрашивать, как такое массовое убийство может технически иметь место. Оно было возможно, потому что оно произошло. это обязательная исходная точка, исходная точка всякого исторического расследования по этой теме. Эту истину мы хотим просто напомнить. Нет дебатов о существовании газовых камер, и их не должно оно и быть». Конец цитаты. Это тоже касается исходной ситуации. Именно так себя ведут судьи, прокуроры, государственные обвинители. они через свои поступки совершенно ясно дают понять, что эти вопросы задавать нельзя. Это имело массивные последствия. «Я далеко не первый адвокат, который осуждён и наказан за отрицание Холокоста, чтобы вы не подумали. Я, может, первая, которая попала за это в тюрьму. Но уже многие годы всё вновь и вновь обвиняются адвокаты в вопросах Холокоста, потому что дали запрос на доказательство о положении вещей с Холокостом. А этому нет именно оснований, нет доказательств. А запрос на доказательство нужно так сформулировать, чтобы соотношение вещей выставить как факт. Если этого не сделать, запрос будет отклонён. Потому что говорят, это ведь не запрос на доказательство. Это значит, что ты должен утверждать какую-то вещь, если хочешь, чтобы тебе это доказали, иначе заявление будет отвержено, чисто формально. Но если теперь подаешь заявление как защитник отрицающего Холокост и говоришь, было вот так и так, на самом деле и есть те и те заключения специалиста, доказывающие это, и я хочу, чтобы это было доказано судом через своих специалистов, тогда это заявление просто отвергается. И к тому ещё и защитника, из-за того, что он тоже сомневается в Холокосте, обвиняет и осуждает. Эти вещи не очень известны, потому что большинство адвокатов не раздувают это. Они платят обычно штраф, дают обещание, что больше этого не произойдёт в их работе, чтобы в дальнейшем не было хлопот. И подобных случаев очень много. Только потом я подумала, почему это всё должно быть так неизвестно? И так, как обращаются с обвиняемыми, и как обращаются с защитниками, ведь это совершенно обычная профессия, которую мы выполняем. Я нашла, что это важно, что народ должен это знать, должен просто получить туда доступ. и это важно, чтобы это вернуть. Есть очень много людей, учёных, не только адвокатов, различных учёных, которых наказали за отрицание Холокостом. Я не буду многих называть, потому что это было бы просто бесконечно. Сколько людей было осуждено денежными штрафами, а многие к лишению свободы. Я назову лишь немногих, например, Герма Рудоль. На этом примере виден и метод. Он химик и сделал различные определения. Я не хочу сейчас об этом говорить, о химических его анализах и так далее. Во всяком случае, он написал книги об этом. И из-за этих книг это были научные труды вообще-то. из-за этих книг его два раза наказали лишением свободы. Один раз я была у него адвокатом, и потом эти книги их запрещают ставить в чёрный список и конкретно уничтожают. Все книги, которые соответствующие органы могут достать, их сжигают. Это массы книг, которые на этом пути уничтожаются. И многие Герма Раудольфа. И потом это как-то нужно всё объяснить, почему это делают. Почему химика, который конкретно занимается этой темой, почему это не дискутируется, что он говорит. ничего не дискутируется. Никогда открыто не дискутируется. И если скажешь то, что он говорит, тогда нужно уже считаться в результате с возможным лишением свободы. То есть дискуссия её просто подрывает. Как это объяснить? в структуре, которая себя именует как свободолюбивая. Очень просто. Говорят, это псевдоучёный. Так просто всё. Я могу вам тут очень много об этом рассказать. это написано также в заключениях суда, что тут речь идёт о псевдоучёном, который отрицает Холокост. Мы уже сегодня слышали, то есть «bad science» английское слово. Это в другой взаимосвязи, но это всегда одно и то же. если обвиняемый стоит перед судом из-за отрицания Холокоста и излагает, как он пришёл к тому, чтобы не верить в Холокост, сомневаться в Холокосте, поставить под сомнение, под вопрос. Тут различные есть уровни, если он это выражает, излагает. Это я переживала как защитница. тогда его из-за этого заявления перед судом потом ещё раз обвиняли и осуждали за отрицание Холокоста, потому что он публично перед судом отрицал Холокост. Его вновь обвиняют и судят. это значит запрет на защиту. Не только для адвоката, но и для самого обвиняемого. Он не может защищаться, он не может это сделать темой в суде. Почему он вообще сомневается в Холокосте? По какой причине? У нас не только запрет на доказательство, а вообще запрет на защиту. Я цитирую вам фразу из заключения суда против меня самой земельным судом Манхайма. Там сказано, и мне не нужно что-то утверждать. Это написано в самом приговоре. Судебная палата посчитала себя вынужденной постепенно урезать обвиняемые все права защиты. И дальше говорится в том числе и теперь приводится какие права будут урезаны высказаться по делу и задавать вопросы свидетелю Мейнарцхагену. То есть меня лишили слова. Я уже не могла больше говорить. Я могла задать еще 10 вопросов и все. Потом суду вопросы не понравились и мне запретили ставить дальнейшие вопросы. Это пока лишь один пример. Что еще часто делается это то, что в помощь берется довольно новый параграф параграф 257а Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии. его в 90-х годах прибавили туда для ужесточения параграфа 130 пункт 3 то есть отрицание Холокостом. И этот параграф 257а дает возможность и объяснение только в письменной форме и не зачитывать их заранее. Обычное дело выражать это устно. Это один из существенных принципов немецкого правопорядка. Каждый обвиняемый имеет право устно выразить свое мнение перед судом. Есть веские причины, почему это так должно быть. но это в 90-х годах подорвали. Не хотят слышать определенные вещи. И если судья вдруг имеет такое впечатление, что сейчас время прибегнуть к этому параграфу, тогда он обязывает защитника давать все только в письменной форме. И так было в процессе против Эрнста Цинделя. Во многих процессах было по-другому. Там я могла все сказать. Обвиняемый был все равно осужден, но тем не менее я могла сказать все, что хотела. А в процессе Эрнста Цинделя и в нескольких других там применили этот запрет на говорение. Только письменно можно было выразить свое мнение. Это означает, что слушатели вообще не слышат, что говорит защитник. Только судьи это видят перед собой. То, что пишет защитник. То есть тогда публика исключена из этого процесса. И в этой взаимосвязи я хочу сказать, как тогда прошло дело в процессе Эрнста Цинделя. Вначале тут немного напутали и я хочу расставить все на места. Это неудивительно, потому что все немножко сложно, конечно. Было действительно так, что нам запретили говорить не только мне, но и двум другим защитникам. было шесть защитников. Четырех Эрнст Цинделя избрал сам, а двоих ему представили как обязательных защитников со стороны суда. Почему это было сделано? Это потом ясно раскрылось. То есть, они хотели еще иметь пару защитников в резерве, если других удалять. То есть, если был бы только один защитник, и он бы выпал из работы, нужно было бы процесс начинать сначала. и этого они не хотели, чтобы начинать сначала. Итак, меня и двух других защитников, которых избрал Циндер, обязали только в письменном виде выражать свои мысли. Я была того мнения, и все еще его держусь, что это есть работа защитника, а именно защищать интересы подзащитного и ясно указать на это, если он того мнения, что правовые масштабы, которые в системе правосудия должны господствовать, не выдерживаются или нарушаются. Меня обвинили в том, что я нарушила мой профессиональный долг как адвоката, и поэтому я была исключена адвокатским судом из профессионального союза адвокатов. а как раз наша работа в том, чтобы сказать «Стоп! Я дальше не могу следовать за обвинениям, здесь происходит беззаконие». «Стоп!» И если я поддалась бы на этот запрет на говорение, тогда я создала бы такое впечатление, как будто я нахожу правильно всё, что происходит. и это я не могла. И поэтому уже только тот факт, что я не могла свидетельствовать устно или говорить, я о другом говорить даже не хочу. Уже само это, что мне запретили говорить, являлось правонарушениям. И поэтому я говорила дальше и объяснила, почему я говорю дальше. «Я это всё изложила, как я и вам это сейчас говорю, почему я не принимаю применение параграфа 257а, этого запрета слова, этого нарушения устного принципа, почему я не склоняюсь перед этим? Это я выразила перед земельным судом Манхайма. В таком случае, в таких щекотливых процессах, имеет смысл предъявлять свои заявления и в письменной форме, то есть сначала зачитать, а затем изложить. Это значит, что всё документировано в папке. Я точно сказала, почему я не хочу склониться под этим запретом на говорение, потому что считаю это незаконным. Это было теперь короткое обоснование. И тогда пошло так, что мне уже нельзя было ничего говорить. Я начала читать моё заявление, хотя должна была его просто отдать. И тогда судья Мейнардсхаген лишил меня право слова, а я дальше читала по уже сказанной причине. как это было в газете «Франкфуртер «Альгемайный цайтинг» с конца 2005-го, начала 2006-го. Довольно хорошо всё изложено отчасти. Да, какое-то время я ещё могла говорить. Говорили наперебой, потом выключили мой микрофон, у меня было ещё нахальство поговорить без микрофона дальше. что упомянуто в приговоре. В этом действии была особая дерзость, видимо. но после некоторых дебатов судья Мейнердсхаген ещё раз сказал, что он теперь требует моего отстранения как адвоката. Я не была там арестована. Это было потом. Мейнердсхаген подал заявление об этом, а Верховный земельный суд Калфруэ принял это заявление и исключил меня как защитника из этого дела. Но это решение было ещё не в силу. Было ещё возможно это обжаловать. И время ещё не истекло. И уже была назначена новая дата процесса по делу Цинды, которому меня уже не пригласили. И меня уже не пригласил. И я но другой человек меня информировал об этом. Защитник и я туда пришла потому что моё исключение оно ещё не было в силе. Я ещё могла подать жалобу и время подачи жалобы ещё не истекло. Тем более её рассмотрение. Я села на скамью защитников и тогда судья Мейнердсхаген потребовал от меня оставить скамь защитников. Была опять же дискуссия это касалось следующего. Имеет ли моя жалоба отсрочивающее действие или нет? Теперь можете себе представить кто имел какое мнение. субтитры но субтитры субтитры но суть в том что у него была за спиной вся сила власти и он был сторонник того мнения что право на подачу жалобы не имеет отсрачивающего характера и чтобы я покинула скамью защитников на это я сказала времена прошли когда немецкий народ позволял угнетать себя. на это он дал указание присутствующим полицейским меня вывести из зала тут же стояли полицейские женщины передо мной и потребовали меня оставить зал я сказала нет вам придется меня выносить все было вполне цивилизованным средства массовой информации сделали из этого огромный спектакль будто я вела себя кто знает как это было вовсе не так вообще то все было очень спокойно и я сказала служащим вам придется меня нести они потом это и сделали и в то время как меня выносили оттуда я выкрикнула немецкий народ поднимется так было дело процесс против Эрнста Циндель еще продлился дальше 10 месяцев это очень важная деталь потому что меня обвинили что я хочу затянуть процесс я не знаю сколько я была там в процессе пару недель или месяцев я не знаю и потом мне пытались выставить обвинение что я затягиваю процесс через те заявления которые я ставила и после моего насильного исключения из этого процесса еще 10 месяцев длился процесс то есть после моего удаления именно мысль чтобы быстро сделать процесс было снято с повестки дня во всяком случае Эрнст Циндель был осужден на 5 лет и в 2010 году он был выпущен на свободу и он был 7 лет в тюрьме 2 года в Соединенных Штатах которые ему не зачислили и 5 лет тюрьмы здесь беспрерывно 7 лет заключения надо мной потом тоже сделали процесс это всем известно в земельном суде Манхайма первой инстанции меня осудили на 3,5 года тюрьмы из-за отрицания Холокоста из-за оскорбления государства то есть ФРГ параграф именуется оскорбление государства и меня обвинили в том что я оскорбила ФРГ тем что выразила что Германия с 1945 года под чужим господством победителей войны потом меня еще судили за попытку помешать осуждению преступника это надо бы посмотреть в чем меня там обвиняют попытка сорвать вынесение приговора это написано в приговоре я делала заявление которые имеют целью поставить под вопрос и под сомнение Холокост и потому что эти заявления были настолько очевидно без успеха то было только целью затянуть процесс понимаете логику то есть если ставится заявление которое суд с самого начала излагает как бессмыслица тогда подавший обвиняется в попытке затянуть процесс еще меня осудили за насилие потому что я навязала суде мою точку зрения в дальнейшем осуждение из-за попытки насилия было федеральной судебной палатой в ревизии упразднено первой инстанции меня обвинили именно за насилие будто я угрожала судям это было заявление на получение народных заседателей и именно народные заседатели были не в состоянии знать положение Германии в рамках международного права и они делаются виновными если они в незнании политической ситуации осудят человека по крайней мере это как бы предвзятость в процессе суда и это я выразила в моем заявлении и достаточно ясно что как профессиональные судьи так и народные заседатели должны предстать перед государственным судом если они незаконно осудят эрста цинды и это было воспринято как угроза и меня обвинили в попытке насилия но потом это опустили из-за отсутствия угрозы в данном случае положение вещей было в виде исключения рассмотрено правильно а именно это действительно не было угрозой так я всегда аргументировала это не было угрозой это было поучением предупреждением а это не наказуемо это не угроза но в СМИ и в интернете везде там сказано что я осуждена за то что я угрожала судям это звучит конечно лучше чем сказать что я делала заявление ставящее под сомнение Холокост да и за народное возмущение потому что если ставишь под сомнение Холокост заодно оскорбляются жертвы и это есть возмущение народа такова логика если вы этого не понимаете то я вам не могу помочь если вы этого не понимаете тогда у вас очень хорошее понимание права ревизион потому что я исключена из адвокатского союза теперь мне нужно выбрать что мне еще сказать один из важнейших пунктов состоит в том что человек ведь хочет знать что суд считает правильным ведь хотят знать что там было на самом деле и я все время подавала заявление на ясное определение основ общеизвестности холокоста здесь немножко сложно то есть если подаешь заявление на доказательство на какую-то постановку вещей которая ставит под сомнение холокост тогда вот такое заявление отвергается с тем основанием что холокост общеизвестен это вообще-то нормальный ход вещей то есть об официальном положении вещей которое известно всем не нужно доказывать ничего это действительно излишне классический пример со школы общеизвестно что дождь падает сверху вниз с неба на землю и если в каком-то процессе стало бы именно касаться вот этого пункта откуда падал дождь тогда можно было бы отвергнуть заявление адвоката по теме откуда шел дождь потому что это общеизвестный факт что дождь падает сверху вниз это не нужно доказывать в таких случаях это было бы нормально хотя может быть и так что в данном случае это может зависеть от того что дождь был справа слева с ветром и тогда все же нужно было доказать какой был тот день был ветер или нет и вот такие детали именно тема общеизвестности и именно это есть общеизвестный факт который для каждого непосвященного человека понятен в лексиконе в книгах но это все же имеет предпосылкой я не хочу вас лишить именно вот этой информации точной формулировки потому что это довольно важно что же означает общеизвестность общеизвестными это из книги учебника адвоката общеизвестными считаются исторические факты которые на основании исторических исследований всеобще считаются доказанными и каждый человек без предварительных знаний может получить об этом информацию из энциклопедии или из других книг это одна сторона это одна и что здесь важно в этой же книге предпосылкой к восприятию общеизвестности какого-либо факта является бесспорность этого факта и так только неоспоримый факт может считаться и общеизвестным об этом в науке должно быть единое мнение этим объясняется почему некоторых ученых объявляют как псевдоученых потому что тогда можно игнорировать что они говорят и общеизвестность не нарушена если же правильность факта или исторического повествования спорна то она тем не становится общеизвестной что они много говорят и распространяют то есть само распространение еще не говорит о том что это общеизвестно заявление на доказательство коль скоро их вообще еще ставят отвергают на том основании так как холокост общеизвестен я всегда во всех процессах подавала заявление доказать общеизвестность но эти заявления отвергались на том основании что холокост общеизвестен так оно есть по другому я вам это сказать не могу то есть доказательстве общеизвестности нет необходимости потому что холокост общеизвестен так звучит обоснование это порочный круг и я часто читала еще дополнительное обоснование что это рассматривается как злоупотребление правом подавать такое заявление в моем случае в моем случае было так потому что я как будто только хотела заставить суд начать разбирательство так написано с теорией ревизиониста так там написано но это как раз обоснование обвинения это рассматривается как злоупотребление правом пытаться побудить суд разобраться в основах обвинения можно было еще многое сказать но я хотела бы теперь как можно короче поварская судебная палата адвокатов должна была по моей касации решить буду ли я исключена из союза адвокатов там я подала заявление о доказательстве общеизвестности эти заявления были отклонены с тем обоснованием что палата не имеет никакого сомнения в общеизвестности холокоста ввиду того что ему то есть сенату известно в виде письменного звукового и видеоматериала я тогда подала заявление и также мой защитник мы оба подали подобные заявления нас информировать на каком материале сенат основывает свою убежденность в общеизвестности и эти заявления были отклонены с тем основанием что холокост то есть преступление национал-социализма над евреями они являются общеизвестными то есть не было ответа на каком материале сенат основывает свою уверенность никакого ответа кроме неопределенного было указано на цитата газеты радио и телевидение энциклопедии исторические книги конец цитата другими словами если хочешь знать почему осужден тогда об этом надо читать в газетах ни в судебных заключениях ни в судебных приговорах это не излагается а по-видимому в бульварной прессе хотя это существенный пункт газеты что же написано в газетах французского историка Жака Бейнак цитировали одной из швейцарских газет в сентябре 1996 года он сказал следующее подтверждение наличия газовых камер можно лишь определить что нет документов следов и других вещественных доказательств то есть можно лишь определить что нет документов следов и других вещественных доказательств и это выражение французского историка который является сподвижником взгляда что был Холокост оно показывает необходимость доказательства общеизвестности Холокоста дальнейшее выражение историка Эрнста Нолте он написал он написал в книге цитата высказывание свидетелей зиждется на услышанных историях и предположениях свидетельства немногих очевидцев они имеют в себе столько противоречий и очень даже вызывают сомнения в правдивости историк Ганс Момсен написал «Сюддойч Известности» и еще последнее свидетельство которое я хочу сказать это Фритов Майер в журнале «Восточная Европа» в статье «Число погибших в Освенцине новые познания через новые находки в архивах он пишет кое-что именно о месте где это произошло он кстати редактор журнале «Шпигель» и в мае 2002 года это было издано и он там делает вывод что геноцид не находил места в концентрационном лагере в данном случае Освенцим а цитата вероятно в двух крестьянских поместьях вне этого лагеря то есть геноцид имел место не в концентрационном лагере а скорее всего в двух крестьянских дворах вне этого лагеря то есть здесь тоже есть необходимость доказательства что касается общеизвестности холокоста я кое-что пропущу но по-моему очень важно как это видит федеральный конституционный суд именно в пункте обвинения сомневающихся в холокосте ибо это ограничивает свободу мнения а так как он запрещает определенное мнение этот специальный закон а специальный закон сам по себе является конституционно незаконным потому что он запрещает определенное мнение это федеральный конституционный суд сам установил в довольно новом решении 2009 года что это особый закон это относительно ново что его вообще официально обозначают как особый закон из этого надо бы сделать вывод и отменить его как противоречащий основному закону то есть пункте момента преступления за отвержение холокоста я вас не хочу оставить в неведении обоснований чем этот особый закон все еще оправдывается и причем в решении федерального конституционного суда с 2009 года это так называемое решение вензинделя федеральный конституционный суд дает понять что федеративная республика германии может издавать особые законы как в параграфе 130 то есть наказание определенного мнения в том числе и запрет защиты и доказательства что федеративно из-за цитата особой исторической идентичности фрг как противоположность национал-социализма другими словами это можно потому что это фрг это конечно очень красивая формулировка очень красивое выражение произвола явный случай произвола второе обоснование которое правда не совсем так ясно высказывается но стоит в другом месте этого решения звучит оно там не точно определяется но речь об уникальном преступлении из этого можно сделать вывод что именно при уникальности этих преступлений доказательства излишне и наказуемо требование доказательства излишне и наказуемо если речь идет об уникальном преступлении вы в этом видите логику если кто-то требует доказательства если именно речь об уникальном таком преступлении тогда само требование доказательства делается наказуемым да немножко сложно но очень интересно то есть философия права она здесь не имеет никакого места чтобы именно оправдать наказуемость всех отвергающих или сомневающихся в холокосте потому что речь касается именно такой уникальности преступления и поэтому не нужно здесь доказательства хорошо ревизии и кассационные жалобы систематически отвергаются как не имеющие обоснования и это имеет еще тот побочный эффект что такие решения не нужно даже обосновывать если что-то очевидно не обосновано на это нет и обоснования очень удобно так что и здесь не получаем ответа что вообще можно к примеру сказать и в этом процессе против Эрста Цинделя я сама это слышала что судья Менерт Хаген сказал следующее если бы я это рассказала мне бы никто не поверил протоколе это конечно не написано но берлинская газета она получила право напечатать то что сказал судья Менерт Хаген я просто читаю из газеты с 9 февраля 2007 года где говорится о процессе против Эрста Цинделя следующее цитата наконец суд отклонил все заявления с таким простоватым а для некоторых антифашистов в зале шокирующим основанием что совершенно не важно имел место Холокост или нет его отвержение в Германии наказуемо и точка это цитата из газеты я кое-что пропущу к концу или в подготовке к заключению ведь речь о том как нам что-то изменить и я вижу во многих местах в интернете в книгах в газетах что многие дистанцируются от нацистов есть люди которые точно знают что здесь происходит но тем не менее говорят я не нацист не нацист и в то же время они дистанцируются и от других которых тоже называют нацистами они говорят о себе нет я не нацист я не из тех они думают они думают что только они без основания обвиняются как злой нацист те другие конечно обоснованы нацисты встала против опытов с животными вы нацисты Гитлер тоже был вегетарианцем и тогда я в первый раз начала себя спрашивать кто такие нацисты вообще-то есть потому что с моим тогдашним образом нациста я не могла это как-то соединить что я могла бы быть нацистом за то что встала в пролом на защиту животных другой раз меня обозначили нацистом в взаимоотношении с философией если интересуешься Платоном говоришь о Платоне Платон считается предшественником национал-социализма как притеча Гитлера как подготавливающий путь потому что он был очень большим критиком демократии он отвергал государственную форму демократии решительно отвергал это одна из причин почему Платона отчасти демонизирует или просто утверждает это я тоже уже читала что он сказал нечто совершенно другое о демократии что неверно это только вкратце и тут пытается изменить картину если нельзя атаковать Платона то утверждает что он сказал что-то другое хотя это однозначно написано в его книге государства этого не скрыть что он был жестким критиком демократии во всяком случае это были первые случаи когда меня обозначили как нациста и потом я стала заниматься вопросом кто такой нацист и тут нужно для себя саму иметь картину нужно познакомиться с людьми которые тоже обвиняемы как нацисты и людьми которые сами себя называют нацистами и нужно познакомиться и с тем и с другим типом людей тогда можно для себя иметь картину и это необходимо сделать это как раз решающее чтобы не участвовать в этом сговоре задается вопрос кто же не нацист каждый кто хочет сказать или сделать что-то целительное что-то полезное рано или поздно будет назван нацистом что подразумевает то что его уже нельзя слушать вдруг на нем уже печать нациста и тогда уже к нему нельзя прислушиваться потому что можно ведь запятнаться можно ведь что собственно для меня непонятно чего люди вообще боятся они наверное меньше боятся тех кого именуют нацистами но больше боятся сами быть изгнанными и отторженными если имели дело с нацистом то есть опасны не нацисты а последствия если ты с ними где-то встретишься и речь вовсе уже не о том что правда что неправда что полезно что вредно но вопрос но вопрос именно только в том кто это говорит и если кто-то получил печать как нацист тогда должно быть все неверно что он скажет этим тогда уже не нужно заниматься все что он говорит уже хуже чем неправильно это вредно это противно это омерзительно и еще важный пункт который я хочу сказать в этой взаимосвязи последнее время в интернете умножаются заявления группировок которые ставят идеалистическое заявление что они дистанцируются от правого экстремизма и нацизма они говорят что с этим дело иметь не хотят пару месяцев назад я читала воззвание к демонстрации против ЕСМ то есть европейского стабилизационного механизма сначала это было только против ЕСМ а затем против ЕСМ и правого экстремизма как лозунг демонстрации это мне показало что если кто-то дистанцируется таким или подобным образом что он не понимает что тут происходит и к такой группировке я никогда бы не примкнула потому что я там просто не нахожу компетентности понять что вообще происходит не потому что они меня возможно не хотели но потому что они не видят что происходит кто хочет избежать получить штамп нациста большинство людей хотят избежать именно этого и что это имеет за последствия логическое следствие этого тогда если хочешь этого избежать нужно исключить существенные темы потому что если хочешь затронуть существенную тему и прежде всего если приближаешься к сути дела тогда очень быстро получишь печать нациста но если существенные темы исключать то это говорит о том что ты бездейственный совершенно бездейственный работаешь только на то что уже есть но ни в коем случае не работаешь на какое-то преобразование теперь действительно уже конец последние фразы хочу коротко еще затронуть кто конкретно определяется как нацист это очень интересный пункт конечно же как отвергающий холокост или если просто отстаиваешь национальную позицию получаешь сразу штамп нациста защищаешь интересы своего народа уже все уже нацист если говоришь о рабской процентной системе банков нацисты или еще другое очень близкое слово это слово антисемит это почти что идентично антисемит и нацист пропаганде противников нацизму кто следующее понятие соединяет с евреями будет назван как правый или левый антисемит и где-то наказан например понятие как международная финансовая система рабство банковской системы рабство банковской системы капитализм капитализм финансовый кризис глобализация демократизация масонская ложа Евросоюз ООН новый мировой порядок антисемит кто эти понятия соединяет с евреями тот определяется сразу как правый или левый антисемит также кто говорит что валютные рынки биржи демократические партии СМИ находятся в еврейских руках например адвокат Хорст Малер в 2009 году был осужден на больше чем 10 лет за отвержение холокоста и антисемитские высказывания он был тут же арестован прямо в зале суда после объявления приговора так же было и со мной когда было высказано мое обвинение я тут же была арестована я перехожу к моей начальной фразе которая является и последней фразой думать что истина чувствовать что прекрасно хотеть что хорошо это содержит в себе ложь раскрывать и маркировать это содержит в себе опознавать бесчеловечность и маркировать ее это содержит в себе маркировать беззаконие обозначать его и туда же относятся и свойства которые в наше время в особенности важны сознание бессмертности непоколебимость и неподкупность с этими свойствами мы может быть создадим мир для тех детей которые сегодня стояли здесь мир в котором можно говорить правду не будучи наказуемым разгов 포 zona нужно ли з что касаемо Спасибо за сегодняшний день. Спасибо. 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 Я сейчас просто веру скажу спасибо. 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 Бог молитвамо услышал. Есть высокие над высоким и еще более высоким над ими обоими. И тут истина откроется и будет во свете. Спасибо. 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 Вы нашли силу открыть здесь истину. Спасибо. Я могла быть у вас. Продолжение следует...